Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Самое время поговорить о ситуациях на финансовых рынках. Сегодня что-то такое сегодня хорошее, видимо, случилось. Впрочем, можно говорить, что, может быть, оно началось еще со вчера, а мы не заметили. Итак, мы оцениваем сегодня динамику финансовых рынков, финансовых плаща, говорим о российском рынке акций, ну и порассуждаем о внешнем фоне, который последние несколько дней, слава богу, продажам все-таки не располагает. Но насколько долго эта эйфория продлится, ну, собственно, поговорим об этом. Значит, я представлю гостей сегодняшней программы в студии Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». Добрый день, Дмитрий. Добрый день. И в студии Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков «Бройкс дома открытия». Добрый день, Алексей. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510996, код Москвы495, возможность позвонить и задать свой вопрос. Также вы можете воспользоваться электронной почтой, сайт компании финам.фм. Пишите, задавайте вопросы. Ну и последнее приготовление, картина «Маслом» 1503 в Москве. Что происходит на этих самых финансовых рынках? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на этот момент. Начнем традиционно со вчерашнего закрытия американцев. Они, ну, как-то без особой динамики, без особого настроения отторговались. Вчера и закрылись разнонаправленно. Доу-Джонс потерял 0,2%, S&P 500 в небольшом символическом плюсе. Одну тысячную процента, вот у меня показывает информация. И индекс NASDAQ, индекс высоких технологий, прибавил 0,1%, что тоже достаточно несерьезно. А сегодняшняя торговая сессия, ну, прежде всего, на нашем фондовом рынке, проходит под знаком зеленым. Опять под знаком быков, да, покупков. Покупки преобладают. Индекс РТС на это время прибавляет 1,2% и уже 1392 его текущая котировка. Чуть скромнее индекс ММВБ, но тоже неплох. 0,2%, 1380 в моменте. Европа тоже в слабом, но плюсе все же. Ну, азиаты отторговались сегодня традиционно разнонаправленно. Nikkei прибавил 0,5%, Shanghai Composite потерял. Дальше, внимание, смотрим на сырье. Нефть марки Brent, ну, сейчас опять чуть-чуть снизилась. Некоторое время назад была выше 102 долларов за баррель. Что, конечно, навевает всякие позитивные настроения. Значит, сейчас бочка этого сорта стоит 101 доллар 88 центов, что уже неплохо. То же самое, ну, ту же динамику мы видим во всех сырьевых инструментах. Золото отдельно, я скажу, тоже позитивно торгуется. Полтора процента, 1445 его текущая котировка. Ну, и евро-доллар сегодня вкупе со своим британским коллегой тоже показывает. Ну, не чудеса, но все-таки показывает признаки роста. Евро-доллар 1,3070. Текущая котировка, в общем, достаточно уверенно стоит выше 1,30. И набор голубых фишек разнонаправлен сегодня, как всегда, в лидерах роста. Ну, «Газпром» уже в отрицательную зону ушел. В лидерах роста МТ, я хотел похвалиться, что он сегодня растет. В лидерах роста акции обыкновенный МТС почти 1,5% НЛМК, 1,2%, 1,5% Северсталь прибавляется. Ургут нефтегаз, правда, 3 с лишним процента. Ну, и хуже рынка «Русгидро» после вчерашнего, видимо, выноса. Начинает уже, как всегда, спекулянты забирать денежку свою, с трудом нажитую за вчерашний день. И теряет он, да, почти 2%, и 1,5% АвтоВАЗ тоже в минусе. А ВТБ, кстати, тоже, наверное, фикс пошел какой-то, и почти процент в минусе. Вот такова картина маслом, такова картина маслом. Ну, и первый мой вопрос, Алексей, к вам. Как ты думаешь, надолго все это, вся эта красота? Да нет, я думаю, все-таки ненадолго. Мне кажется, ничего кардинально не изменилось, да, и мне кажется, что, скажем, ну, как минимум, там, в ближайшие месяцы там никакого бурного роста у нас не будет. Ну, вот, хотя бы просто потому, что, посмотрите, последние годы, апрель-май, это все время коррекция в нашем рынке, собственно говоря, плюс сейчас длинные праздники, то есть, ну, сейчас вот в моменте там какие-то инвестиционные решения, скорее наоборот, там, что-то подфиксировать, да. Ну, да, что неудачно было куплено, да, сейчас есть возможность. Опять-таки повторюсь, да, то есть, то, что было вчера, это, скорее всего, просто там некая техника и спекуляция, вот. Ничего такого под этим нет. Ну, термин такой перепроданность, да, вот. Ну, перепроданность, конечно, была очень сильная. Да, сильная перепроданность, вчера, видимо, и... Да, к тому же, что, в общем-то, внешние рынки, ну, может, там, возвращение рынка нефти, да, там, далеко не столь перепроданы, как мы, поэтому, ну, такие движения, наверное, нормально, но, как бы, куда-то там возвращение, там, годовым максимумом, ну, я пока бы, конечно, повременил. Дим, как ты смотришь на текущую ситуацию? Ну, как минимум, она тебе оптимизма какого-то навевает, нет? Ну, оптимизм определённый есть, связанный с тем, что мы видим, что существенные рынки не проседают, в общем-то, проливы по бумагам вгупаются, и вчерашний рост компании электроэнергетики, да, почти 10% по основным фишкам, в общем, показывает, что, в общем, спекулянты поддерживают определённый уровень, и, в общем-то, не дают, собственно говоря, свалиться ниже, да, свалиться ещё ниже, да, вот, а в целом, действительно, если говорить по перспективам на май, что у нас ожидается отсечки дивидендные, да, после которых традиционным будет снижение цен на размер дивидендов, и это будет, конечно, фактором определённого давления, вот, а с другой стороны, определённый оптимизм, связан с некоторым увеличением аппетита к риску на глобальных рынках, в том числе, как мы видим, и отчасти это отразилось на нашем рынке, связанный с ожиданиями смягчения денежной политики Европе с Центральным банком. Насколько эти ожидания будут оправдаются, я думаю, что многое будет зависеть, получит ли поддержку вот этот рост, а если действительно мы увидим некоторое снижение процентных ставок, это будет позитивный сигнал. У нас заседание на следующей неделе, по-моему, да, ЕЦБ заседает? Давайте у нас есть звонок, послушаем его, потом продолжим разговор. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, добрый день, говорите. Здравствуйте, Владимир. Владимир. Значит, у меня вопросик такого порядка. Вот у нас, я вот слушаю внимательно вашу передачу, постоянный слушатель. Спасибо. Он опять уже сплю и слушаю. Это нормально. Значит, вопрос такой, вот, судя по резюме ваших гостей, получается, что у нас фондовый рынок зависит от настроения левой ноги спекулянтов. Вот, значит, хотя на самом деле вот интересный момент. К примеру, Газпром, вот тот же, который у нас плохо лежит, как говорится, акции его что-то там болтыхаются внизу, значит, он, значит, часть прибыли, которую он получает ежегодно, направляет на расширение своих основных фондов, на увеличение своих основных фондов, то есть фактически на увеличение капитализации. А в то же время мы слышим, что у них капитализация почему-то падает. Я не понимаю, вот как можно внедрить серверный поток, там нитки две этих трубопроводов, это же основные фонды, это увеличение основных фондов. Значит, стоимость акции, при том, что количество акций не увеличивается, а стоимость основных фондов растет, вроде стоимость акции должна расти. Логично, логично, конечно. Понимаете, а тут вас слушаешь, никакой логики вообще получается, понимаете, получается полностью, в зависимости от того, там, левое плечо там какой-то, какой-то второй прогиб. Ну, да, это не важно, про плечи мы не будем говорить. Лигня какая-то с завихрениями пройдет, заражение. Это нормально. Хорошо, Владимир, спасибо за вопрос, вопрос понятен, сейчас квалифицированный ответ, я думаю, мои гости вам дадут. Алексей. Ну, по поводу «Газпрома» на спекулянтах мы сейчас чуть позже поговорим. Да, даже не стоит говорить, что на таком рынке как бы фундаментальный фактор немалко волнует, а что касается «Газпрома» и его основных фондов, тут как бы проблема не в том, что он не вкладывает деньги. Проблема, во-первых, в том, насколько эффективно это вложение, раз, и, во-вторых, какую отдачу эти основные фонды дают. Если мы сейчас построили, скажем, там, северный трубопровод в три раза дороже, чем могли бы его построить, вот, а через, там, скажем, три года из-за рецессии в Европе, этот газ вообще будет не нужен, то, в общем-то, северный трубопровод превратится не в основные фонды, а в груды металлолома. Вот, и по какой стоимости вы тогда его оцениваете, вот в чем вопрос, да. А, собственно говоря, выковыривать эти железки там со дна моря, вот, а потом сдавать их в лам, это может быть нерентабельно, в принципе. Ну, это даже дороже еще, наверное. Да, поэтому, знаете, тут как бы поверхностные рассуждения, они, может быть, и логичные, но абсолютно неправильно, надо каждый проект просто смотреть. У каждого проекта есть рентабельность, отдача, там, сроки окупаемости и так далее. — Проблема «Газпрома» как раз в том, что он неэффективно инвестирует, и многие проекты не весьма самым сильны. — То есть фоны-то растут, правильно, а народ смотрит. — Ну, вот сейчас южный поток, да, то есть имеющаяся, в общем-то, инфраструктура «Газпрома» там в сторону Европы, она и так, в общем-то, избыточная, позволяет ему экспортировать даже больше объема газа, чем сейчас покупает Европа. То есть на кой ляд нужен еще южный поток? Понятно, что проект чисто политический, чтобы потом этими просто ветвями манипулировать. Значит, отдачи не будет, значит, в общем-то, основные фонды эти, просто так плюсовать их тоже абсолютно некорректно. — Ну, вот, собственно говоря, ну, помимо этого «Газпрома» еще куча других проблем, не только основные фонды, да. — Как любая сырьевая компания, это, в общем-то, очень четкая привязка, там, скажем, к ценам. А, опять-таки, перспектива цен на газ в свете рецессии в Европе, в свете сланцевой, роста сланцевой добычи в США, они, в общем-то, довольно нерадужные. Да и у нас, в общем-то, есть все основания думать о том, что и в России тарифы будут расти существенно медленнее, чем раньше на газ. — Согласен. — Сейчас прервемся, новости на «Финам.ФМ», потом продолжим поговорить. Итак, мы продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, в эфире «Финам.ФМ.Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест», и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома «Открытие». Ну, и традиционно мы обсуждаем текущую динамику на финансовых рынках, в частности, на рынке Российской Федерации, и некие прогнозы, наверное, традиционно тоже строим. — Отвечали мы на вопрос нашего слушателя, Владимир, огромное еще раз спасибо, замечательный вопрос. Но логика, тем не менее, вот я надеюсь, была понятна в ответе Алексея, да, фонды фондами. Но эффективность в данном случае, да, ведь рынок оценивает эффективность этих вложений. Почему не растут акции в данном случае, да, того же «Газпрома», несмотря на то, что действительно огромное количество, идут какие-то непонятные проекты, потому что рынок оценивает их малую рентабельность, да, отдачи, скорее всего, не будет, так и зачем мне нужно связываться с этим непонятным «Газпрома». Я лучше его и продам. Вот вам и вся логика. А что касается спекулянтов, кстати, тоже забавно, да. Мы говорим все время о оттоке капитала, здесь ликвидности практически никакой, и один, два, три каких-нибудь суровых дяденьки, да, могут этот рынок туда-сюда гонять, что мы, собственно, и видим. Поэтому спекулянт, он думает, конечно, не левой ногой и не правой ногой, он думает головой, но у него задачи другие. Он покупил по 120, отдал по 125, заработал деньжишь себе и все. А что там с этим «Газпромом» будет дальше, ему практически все равно. Так что, уважаемый Владимир, еще раз повторю, логика здесь есть, логика железная, просто нужно к ней несколько, видимо, привыкнуть. Ладно, продолжим разговор, значит, о внешнем фоне. Дима, давай об Америке поговорим, связь с корпоративной отчетности, все у них хорошо, несмотря на вчерашние опять небольшие, небольшие, да, медвежьи закрытия, там чуть-чуть черненькая свечка была дневная. И тем не менее, все более-менее сейчас пока в рамках ожиданий, да, ну или лучшие ожидания там отчитываются. Так вот, пресловутая назревшая коррекция, мне очень, очень всегда любопытно, да, как ваши коллеги в том числе эту коррекцию ожидают, вот пресловутая назревшая, ну, назрела коррекция, да, на американском рынке, наверное, уже. Исторический максимум перехаял, и растет, и растет, неприлично, в конце концов. Давно уже назрела. Давно назрела, да. Как ты вообще оцениваешь ее вероятность, и, может быть, когда, и с чем связана она может быть, это самая коррекция, Дим? Ну, я думаю, что, ну, знаковыми могут стать данные по первому кварталу, который выходит уже в конце апреля, да, и завтра выходит по ВВП, достаточно амбициозные прогнозы, там на уровне 3%, но реально, скорее всего, будет ниже. С учетом провала индекса доверия потребителей Мичиганского университета в марте упал с 78 до 72, отражая, в общем-то, проблемы с регулированием бюджетных вопросов. Поэтому я думаю, что, собственно говоря, рынок достаточно нервный, и может отреагировать на любые движения. Но в целом, я думаю, что ситуация, когда мы видим, что показатели говорят о том, что американская экономика постепенно-постепенно восстанавливается, что она лучше на сегодняшний день своих основных конкурентов, это, в общем-то, дает инвесторам основание пока сохранять активы именно в американских, в долларовых активах, поскольку ожидание того, что развивающиеся рынки в ближайшее время будут лучше развитых, пока что не оправдываются, и какое-то уже глобальное движение может быть только в том случае, когда вот это вот соотношение будет меняться, то есть, когда люди поймут, что привлекательность более рисковых вложений будет выше, пока что, я думаю, что этого не происходит. Леш, как ты оцениваешься перспективы американской экономики? Мы, надо вспомнить, наверное, да, что в мае нас ждет очередное шоу по поводу госдолга, там будут, да, насколько я понимаю, будет опять договариваться демократно. Ну, шоу госдолга, оно, в общем-то, к американской экономике мало имеет отношения, так, сверху, некая театральная, да, там, настройка, собственно говоря, ну, сама экономика, смотрите, наверное, вот просто ориентируясь, скажем, по текущим данным, в первом квартале очень сильно были данные, в общем-то, по экономике в американской, вроде как и безработица росла, опережающие темпы, там, и промпроизводство, и однозначно улучшалась ситуация на рынке недвижимости, жилья, в том числе, вот. Вот сейчас, как бы, тоже видно, что данные похуже, поэтому, даже если, там, в первом квартале ОВП как-то покажет приличный рост, вам, если даже не 3%, то, там, допустим, 2,5, вот, то, в общем-то, судя по всему, во втором квартале это будет не так, к тому же, в общем-то, тот самый фискальный обрыв, который, боялся, вот, в той или иной мере состоялся, и фактически тоже, вот, грубо говоря, там, эффект от этого, от сокращения бюджетных расходов, он уже начнется как раз со второго квартала, поэтому не исключено, что вот та вот позитивная макрокартинка, которая была в квартале первом, да, в начале этого года, она потихонечку сменится на менее лицеприятный портрет, поэтому, ну, так что говорить о том, что американская экономика там уверенно восстанавливается тоже пока преждевременно, вот, первый квартал, наверное, будет неплохой, второй, судя по всему, ну, судя по тем данным, скажем так, который сейчас есть, он будет, в общем-то, хуже, и тогда могут опять начаться разговор о том, что там рецессия и так далее, стагнация и все в таком духе, вот, там уже, в общем-то, Европа, она лежит на боку уже давно, и там пока тоже признаков жизни нет, поэтому, что может еще Америку расшевелить быстро, ну, уряд ли что-то. Ну, и смотри, вот, если опять возвращаться, да, к ожиданию коррекции, ну, как минимум на фондовом рынке Америки, вот эти события, они, так сказать, могут стать драйвером, да? Ну, могут, собственно говоря, да, там, наверное, сейчас на таких уровнях достаточно такого-то толчка, то есть, опять-таки, там, вряд ли там будет какой-то страшный обвал, но после достижения максимума, то есть, какая-то там, скажем, там, 10-20% коррекция, она вполне была бы там нормальной, да, вполне было бы объяснимо ее ледием, поэтому я лично думаю, что в этом году мы ее увидим однозначно. В этом году? В этом году, ну, сложно, конечно, по таймингу, сами понимаете. Ну, это понятно, да. Пальцем в небо. Совершенно верно, ну, хотя всегда любопытно все-таки, да, что до такого-то числа мы должны увидеть эту коррекцию. Вернемся к тому, что сегодня, очевидно, навевает положительные эмоции всем, как минимум, участникам российского рынка, это рост цен на сырье, рост цен на нефть. Еще раз повторю, да, 101,81,90 за бочку Brent'а дают сейчас в моменте, ну, в общем, выше 100, как минимум, а мы все время говорили с вами, да, что 100 – это некий такой волшебный рубеж. Спускались до 97, по-моему, там чуть ниже даже были, вот вернулись. Дим, как ты считаешь, насколько это серьезно, долгосрочно, или это просто коррекция от недавнего снижения, и потом к 90 весело поскачут? Как ты видишь? Ну, многое будет зависеть от того, насколько кризисные явления в Европе будут набирать оборот, если действительно мы увидим углубление рецессии. Поэтому сейчас, на мой взгляд, решается вопрос по Германии, вот как именно Германия, если она выдержит? Ну, если вспомнить последнюю статистику, да, позавчера, по-моему, или вчера был BMI по Германии, по еврозоне, они там хуже ожидания, они совсем никакие. Если это углубление продолжится, то, безусловно, это окажет влияние на спрос, и мы можем увидеть некоторые сокращения цены ниже 100 долларов за баррель. При этом на фоне укрепления доллара все эти процессы будут происходить, скорее всего, что также будет оказывать дополнительное давление на все металлы, включая генет. Если мы посмотрим на динамику нефти и, скажем, металл, мы видим, что нефть в динамике отстала от металлов с начала года, когда металлы упали, да, да, упали там 15-20%, да, как серебро, скажем, больше 20% упало, нефть пока что скорректировалась так в пределах 10, да. То есть еще резерв для снижения есть. То есть в этом случае, да, этот оптимизм, он недолгосрочный, скорее всего. Я думаю, что многое будет зависеть от ситуации, насколько именно состояние, вот факторы, которые влияют на сокращение спроса, да, они будут усиливаться, или наоборот, мы увидим некоторое ослабление, дополнительную кредитную экспансию, дополнительную ликвидность. Тогда это, естественно, будет постимулировать инвесторов более агрессивно, вкладывать в рисковые активы, поддерживать спекулятивный спрос в том числе и на фьючерсы, на товарных рынках. Я понял. Леш, вот пресловутая программа количественного мягчения тем еще хороша, да, что ликвидность в какой-то степени, которую обещают и дают, да, центральные банки, она идет вот в некие реальные активы, в том числе и в активы сырьевого рынка. Нет, безусловно. То есть если мы говорим про нефть, там фактически, ну, как, наверное, по любым другим сырьевым товарам, но, может быть, там нефть и золото, это вот здесь более ярко выраженные тенденции, да, то есть есть как бы два фактора. Первый фактор действительно фундаментальный спрос предложения, и он, конечно, не в пользу нефти, да, все-таки Китай замедляется, вот, в любом случае, даже если бы он не замедлялся, вряд ли он мог бы покрывать то, что теряет Европа, тот спрос, который не додает, скажем так, Европу за счет того, что, в общем-то, там сокращается экономика, да, потому что Европа, это, в общем-то, один из крупнейших потребителей, и значительно больше Китая не пока потребляет, в абсолютном выражении нефти. Вот, но есть другой фактор, вот то, о чем говорите вы, это, в общем-то, монетарный, то есть над всей этой вот фундаментальной настройкой есть какие-то спекулянты, объем этих спекуляций, в общем-то, значительно в разы превышает, на самом деле, объемы, в общем-то, объема физического, так скажем, рынка нефти, да, вот, и, собственно говоря, ну вот, как бы, количественное смягчение, это фактор, работающий, там, в пользу спекулянтов, в пользу спекулятивного, ну, или, если хотите, монетарного спроса на нефть, собственно говоря, фактор рецессии, там, в Европе, и замедление прочей экономики, он как раз против. Ну, вот, последние, там, скажем, где-то два с половиной года, да, вот, и, судя по всему, эти факторы друг друга уравновешивают, потому что, если вы посмотрите на динамику, там, ну, грубо говоря, там, баррель-бренд, скажем, торговал, скажем, в диапазоне, там, 100-115, ну, порой, там, если вылетал выше, то буквально два дня, если ниже, там, то же самое, вот, ну, и плюс, как бы, с другой стороны, там, 100 долларов за баррель тоже, я так понимаю, что уровень во многом компромиссный, там, он, скажем, там, и многие страны Персидского залива устраивает, потому что при этих ценах, там, у него нормально бюджет сальдируется, как бы, вот. Поэтому, вот, сейчас мы находимся на грани, в принципе, я думаю, что вероятность того, что мы, опять-таки, в перспективе куда-то скотчем выше, она высока, но, в общем-то, как бы, гарантий здесь нет, да, опять-таки, ну, то есть, если мы уйдем ниже, и там какое-то время задержимся, может быть, вот, этот коридор двухсполинлетний, он и будет, как-то, там, деформирован, там, нижнюю сторону, но, опять-таки, говорить сейчас сложно, да, там, действия спекулянтов прескать, там, довольно тяжело. Ты про Китай вспомнил, Китай не поддержит, все-таки, да, спрос на сырье, на... Ну, он в какой-то, он в какой-то мере поддерживает, но, все-таки, как бы, то есть, рост китайской экономики, да, он всегда, в общем-то, отвечал за именно дополнительный спрос на нефть. Если брать совокупный спрос, да, то, конечно, там, Штаты и Европа в целом, они потребляют гораздо больше Китая вот в его нынешнем состоянии. Поэтому, как только там, если начинает спрос флуктуировать, это в моменте будет создавать более сильное движение. То есть, Китай все время дает, там, небольшую добавочку к спросу, там, но, скажем, она становится большой, если все остальное, как бы, константа, да. А вот если, вот, в крупных потребителях Европы, США что-то начинает происходить, там, сейчас в Европе происходит рецессия, да, то есть, спрос там падает. То, вот здесь, как бы, может, все что угодно, но, вот, скажем, когда там нефтяной шок в начале 80-х годов, вот, я боюсь ошибиться, но, по-моему, с тех пор, то есть, европейцы в итоге так резко, допустим, снизили потребление, что оно так и не восстановилось до сих пор. То есть, ну, или, может быть, только достигло тех уровней, вот, до кризиса. Спасибо. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем традиционную ситуацию на финансовых рынках. Сейчас будем говорить о ситуации на Московской фондовой бирже, на российском рынке акций. Прежде, чем мы начнем это делать, я еще раз представлю своих гостей. Сегодня в студии Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест» и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома «Открытие». Ну и на всякий случай еще раз телефон в студии. 65 10 99 и 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Уважаемые слушатели, это для вас. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы сегодняшним экспертам. Ну и, уважаемые эксперты, что же делается на российском рынке акций? Ну, я имею в виду, не в моменте, конечно, да, Лер? Заулыбался. В моменте вам лучше видно. В моменте мне лучше видно, да, я информацию обновляю. Мониторы к вам лицом, а к нам другой стороной. Ну, а если абстрагироваться от текущей вот динамики, от происходящих именно сегодня, ну и даже вчера, может быть, события. Вообще, что происходит, Леша, на рынке? Ну, пока, в общем-то, наверное, ничего хорошего, собственно говоря. Во многом мы повторяем прошлый год только по таймингу немножечко, да, то есть чуть-чуть раньше закончится. Ну, ты, по-моему, сам говорил, да, что каждый год эта история чуть-чуть обновляет. Ну, похоже, да. Нет, это не я говорил, но при мне это было. Так что вы почти не ошиблись. Поэтому, да, ну, собственно говоря, с другой стороны, как бы тоже, наверное, ну, здесь ни одна Россия, скажем так, в загоне находится, да. В целом отношение там к большинству развивающихся рынков, ну, или, скажем там, даже более конкретно к рынкам стран БРИК, да, которые были безумно популярны до 2008 года, собственно, картина, например, такая же, может, там, по процентам они чуть меньше упали, но, по сути, как бы не видно спроса инвесторов к развивающимся рынкам, ну, либо какие-то точечные, да, там, идеи. Ну, вот в целом, да, то есть к развивающимся рынкам как к классу сейчас интереса нет. Собственно, ну, вот и мы здесь, как бы, тоже поэтому с одной стороны, с другой стороны нефти, да, тоже, как бы, все-таки падение до 100, вот, что красивый уровень, но для нашего бюджета красивый уровень 115, а не 100. Понимаете, то есть, если мы долго здесь зависнем, то могут там некие бюджетные накладки пойти еще, что, как бы, тоже неприятно. Ну, плюс еще экономика наша вдруг внезапно замедлилась, ну, как внезапно. Неожиданно. Неожиданно для наших, да, господ чиновников вдруг внезапно они обнаружили, что экономика, оказывается, балансирует уровень нуля. Вот, тоже не добавляют уверенности, а, как бы, зачем инвестировать, то есть развивающаяся страна, как бы, ну, скажем так, в классическом, наверное, понимании, да, ее, там, преимущество надразвитое в том, что там колоссальный или, скажем так, существенно, более значительный потенциал для роста. А если, как бы, наша экономика растет в скорости экономики США, то, ну, а прочих равных и близко нет, да, то, как бы, а в чем фикус? Нет, а если взять голые цифры, да, сравнить, то мы, смотрите, мы как штаты развиваемся. Мы развиваемся как штаты, да. Вот, только они так развиваются, там, скажем, там, несколько сотен лет, а мы 20. Поэтому там дистанция все-таки сохраняется. Так что, вот, все, наверное, эти факторы совокупствуют в том, что иностранным инвесторам, нерезидентам сейчас это все неинтересно. Вот, да, вот домороченные игроки что-то делают, но, опять-таки, да, то есть это больше спекуляции в целом, каких-то глобальных там, пока инвесторов, ну, мне кажется, нет в нашем рынке. Я понял. Дим, ну, тем не менее, возвращаясь, может быть, к точечным идеям каким-то, да, вот то, что ты озвучивал, идея закрытия реестров сейчас пока еще актуальна, да, может быть, еще что-то мы можем отметить из текущей динамики на российском рынке, что может быть интересно? Ну, дивидендная идея лежит на поверхности, да, вот они традиционно были одним из, в последние годы, одним из главных факторов, поддерживающих интерес, по крайней мере, в первом квартале. И, в общем-то, в отдельных бумагах мы видим сохранение этого спроса, ну, прежде всего, в привилегированных акциях, Сургут, Нефтегаз, Татнефть, где традиционно доходности приближаются там к 10%. Кроме того, серьезные падения котировок, ну, прежде всего, компаний электроэнергетики, металлургических компаний, хотя и они не являются, скажем так, не то что лидерами, да, скорее даже где-то ниже среднего по уровню отчислений от прибыли в виде дивидендов. Тем не менее, там, также под дивиденды хоть какие-то, но с учетом достаточно серьезных проседаний, уровень дивидендной доходности подрос, что также, может быть, вот в условиях такого достаточно безидейного рынка, о котором мы говорим, может уже достаточно интересным фактором, которым можно сыграть. То есть, металлургия и электроэнергетика, да? Да, ну, эти, в общем-то, два сектора, они продолжают тенденцию прошлого года, были одними из аутсайдеров прошлого года, и в этом году также мы видим, что они, в общем-то, среди отстающих, если брать по динамике, отраслевых индексов. Поэтому здесь также есть фактор покупки на техническом отскоке, то есть инвестор психологически видит очередные минимумы и думает, что это хорошая цена для того, чтобы войти ниже уже не будет. Но, как бы, приходят новые какие-то факторы рисков, к сожалению, которые приходится снова учитывать и закладывать, так сказать, под будущую динамику. И вот увидели ниже, да, что называется? Кстати, давайте, мне вот в очередной раз попалась в ленте новостей эта фраза, что динамика сегодняшнего, как минимум, рынка Российской Федерации во многом будет связана с выступлением нашего президента, который сейчас, вот, уже несколько часов подряд отвечает на вопросы россиян. Леш, это, насколько это оправданно? Ну, знаете, там, скажем так, ну, на безидейном рынке, конечно, там, внимание к президенту будет, вот, в общем-то, наш президент, как правило, в общем-то, довольно позитивно, четко, ясно и грамотно отвечает на все вопросы, поэтому, наверное, реакция будет положительная. Но, как бы, там, цена этой реакции, если она продлится, там, полдня, я не вижу большой, в целом, там, если брать глобально, то можно вспомнить только один случай, когда, действительно, там, была сильная реакция на выступление. Тогда уже, как раз, господин Путин был не глава государства, а, в общем-то, в должность премьера выступал в восьмом году. Да-да-да, накануне кризиса, конечно. Вот тогда, как раз, в мае, в мае, когда рынок... Это про Мечен, ты, собственно, или? Да, то есть это была, там, цельная, скажем так, программа, программа, которая была благоприятна для, скажем так, ну, наверное, там, в объемном отношении, да, основной части нашего рынка, наших нефтегазовых фишек. Вот тогда, как бы, это все рвануло наверх, как бы, там, программа, в общем-то, все эти налоговые, там, новшества, скажем так, были в итоге внедрены. Ну, а, как бы, сейчас, ну, здесь, опять-таки, да, то есть, как бы, президента за обочине фондовым рынком, там, куча очень многих вопросов, да, там, дай бог, если что-то костно пересчется, поэтому... Просто если вспомнить вот этот, да, восьмой год, то тот период, о котором мы говорим, это был еще, да, период роста, интенсивного роста, еще. Ну, тогда, кстати, тогда, к тому времени нефтянка, там, очень долго была в загоне, и вот, как раз, скажем так, вот, его слова, его, эта программа озвученная, да, вот, она, как бы, стала очень мощным драйвером, то есть, они выскочили, там, из этого боковичка, который, там, довольно долго наблюдался, тоже, и уже, так, депрессивно, так, уже начинали смотреть на нашу нефтянку, да, то есть, вот, это был мощный импульс. Ну, сейчас, как бы, ничего такого нету, я боюсь, что, если начнут сейчас, наоборот, про налоги, про нефтянку говорить, так, речь идет только о том, чтобы их еще больше поднять, то здесь, может быть, импульс только в другую сторону, вот, да, и, в общем-то, все наши, да, там, нынешние налоговые новости, они, как бы, только к одному сводятся, по-моему, да, то есть, как бы, побольше всех ободрать, не просчитывая, скажем так, экономические последователи, последствия, а пытаясь, там, сугубо, только фискальные меры. Ну, да, в моменте, да, надо было, ребятам. Гробу, там, да, экстраполируя, там, текущую ситуацию, вот, а там такие вещи, как падение собираемости и так далее, тоже никто не учитывает, поэтому, может быть, и лучше, если об этом говорить не будет. Ну, и, да, согласен, скорее всего, действительно, ну, и потом, я так понимаю, что, если речь идет о вопросах россиян, да, то понятно, что рядового россиянина вряд ли будет интересовать судьба фондового рынка, да, его динамика, нынешний. Не, ну, допустим, рядового россиянина, да, там, интересует рост тарифов ЖКХ, вот, уже, Владимир Владимирович, вам пару месяцев назад обмолвался о том, что, что-то очень быстро растет, надо 6% ограничить. Ну, понятно, что, как бы, для россиян это хорошо, для большинства компаний нашего фондового рынка это, в общем-то, скверно, да, там, для того же Газпром, опять-таки, возвращаясь к вопросу, потому что 6% рост ЖКХ, значит, там, сопоставимый темп роста тарифов на газ, там, а не 15%, как раньше, то есть, более чем в два раза ниже, ну, со всеми вытекающими. Да, 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 согласен. Ну, все-таки я бы добавил один важный момент, который был в рамках пресс-конференции президента. Сегодняшний? Ну, который, наверное, все-таки поддержал определенные рыночные позитивные тенденции, связанные именно с вопросом, возникали последние вопросы по доверию дельным членам правительства. И вот, в общем-то, в ходе пресс-конференции мы видели, что определенный кредит доверия у правительства есть, и я думаю, что это, в общем-то, сняло определенные риски неопределенности в связи с, так сказать, вот этими вот ситуациями вокруг правительства. Ну, то есть, как всегда, да, мы говорим, проблема в том, что у президента есть доверие к правительству, а если оно у народа, вот в чем вопрос. Это в Ютьюбе был строгий, причем, как комментарий гласил, да, это было, это было, точнее, его, вот это, он отчитывал министров после просьбы к журналистам выключить камеры. Ну, понятно, что не все журналисты, да, на просьбы реагируют, кто-то, особенно одаренный видеокамерой. И вот он, например, фраза эта понравилась. Кто-то смартфоном изнутреннего кармана переджака сумел. Наверное, да, скрытой камерой. И фраза мне его понравилась, говорит, значит, если так будем работать, то тут два варианта, да, либо вас придется увольнять, ну, я, может быть, не буквально цитирую, да, либо мне придется уходить. Мне нравится первый вариант. Да-да-да, это где-то в регионе было. Да-да-да, он был в регионе как раз, его-то там шерстил. То ли в Калмыкии, то ли что-то там такое. Так, ну, хорошо, ладно, действительно, я думаю, что, может быть, текущее событие сильно, да, повлиять на отечественный рынок не может, но в этом случае тогда вот еще, да, давайте посмотрим на динамику стоимости рубля в отношении доллара. Сейчас я, по крайней мере, озвучу. Продолжает укрепляться рубль против доллара уже ниже 31.17 стоит. А стоит эта пара, то есть ниже 31.20, где там предыдущая поддержка какая-то была. Опять очевидно, да, наверное, это связано вот с нынешним ростом цен на нефть, ну, позитивом на российском рынке акций. Ну, а если среднесрочно посмотреть на рубль, все же, насколько позитивна его перспектива, как ты думаешь? Ну, я думаю, что, в общем, совокупность факторов, которые влияют на курс образования рубля, они сохраняются. И все будет зависеть от того, насколько будут доминировать те или иные факторы. Ну, факторы, поддерживающие, безусловно, цена на нефть, она, в общем-то, будет не только оказывать практическое, собственно говоря, значение, но и психологическое. Второй фактор, связанный с обсуждением возможности смягчения кредитно-денежной политики центральным банком, некоторого повышения, скажем так, доступности кредитов для реального сектора и так далее. Я думаю, что это, скорее, факторы, которые будут оказывать давление на рубль. И от того, насколько то или иной фактор будет доминирующим, собственно, и будет, я думаю, что определяющим именно в том, куда пойдет курс рубля. Ну, думаю, что серьезных изменений пока что в серьезных движениях по рублю мы, я думаю, не увидим. Учитывая, да, какой устоявшийся диапазон, то, в принципе, можем среднесрочно именно в этих пределах увидеть. Леш, как ты смотришь? Ну, в общем, да, если, скажем так, посмотреть, грубо говоря, там, динамик курса рубля, точнее говорить, он динамик обивалютной корзины, да, и, скажем, стоимость барреля за последние, там, несколько лет, хотя бы пару лет, да, то есть, ну, можно видеть, что, конечно, при такой нефти, то есть, мы, как бы, там, рубль, там, извиняюсь за автологию, еще легко может рубль потерять, то есть, там, 32-33 за доллар. Леш, я, извините, пожалуйста, прервемся, новости на Финам-ФМ. Ну, что ж, последняя, последняя часть нашего эфира, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам-ФМ. Значит, еще раз я напомню, что в студии Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест», и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализов рынков брокерского дома открытия. Нам осталось обсудить, ну, Леш, вот тебя я прервал, извини, пожалуйста, обсудить... Это не вы, это эфир. Новости на Финам-ФМ. Осталось нам обсудить или закончить обсуждение перспектив рубля, ну, против доллара или корзины в данном случае. И немножко, если не возражаете, я бы попросил порассуждать о глобальном рынке валютном, да, о перспективах доллара США. Опять в призме того, что в мае, вообще май, не женись в мае, будешь всю жизнь маяться. Родился в мае, всю жизнь маешься, что там еще, купил чего-то, да, сразу сломалось, потому что это май. Так вот, ближайшее заседание Комитета поставки Федеральной зеленой системы, которое в мае мы ждем, там, в первой декаде, да, как Дима говорит, вот оно может какие-то сюрпризы, кстати, преподнести участникам рынка. Ну, не с точки зрения того, что будет изменена, видимо, денежно-кредитная политика, но, так сказать, да, уже явно там есть некие расхождения среди членов этого комитета. Кто-то уже за, кто-то уже против, кто-то уже воздерживается. Они однозначно, по крайней мере, голосуют. Мы видели это из последних, по-моему, минуток, которые фонд нам предоставлял. Вот с этой точки зрения о перспективах доллара мне хотелось бы еще с вами поговорить. Ну, и вернемся к рублю, тем не менее. Да, ну, в общем, я там еще раз дам, если там достаточно быстро и просто подытожить, да, то я вот как бы мыслю так, что если мы еще какую-то волну снижения в российском рынке увидим, что довольно вероятно в мае как раз там, в том числе и связанное с отсеечками, что чисто технический фактор там для падения и так далее, то вот куда-нибудь там 32-33 рубль, наверное, может откатиться при такой нефти, да, ниже вряд ли, вот. Если, конечно, там на нефтяном рынке все пойдет плохо, то, в принципе, как бы рубль, мне кажется, пока довольно неплохо держится по отношению, как раз, к нефти, вот. И, собственно говоря, похожая вещь была, по-моему, в 2011 году, кстати, там уже рынок начинал падать, там и нефть корректируется, а рубль он как долго-долго стоял, но потом он все равно очень быстро все отыграл. Ну, его, может, кто-то придерживал, и сейчас, может быть, там кто-то есть за ним, нет? Ну, здесь, понимаете, могут быть технические факторы, связанные с ликвидностью, ведь, собственно говоря, наша сейчас, скажем, финансовая система банковская, то есть, фактически ликвидность, там, в ручном режиме поддерживает СБ, поэтому, то есть, кто-то может прижать просто, как бы, там, да, поменьше денег, там, на аукционы выставить, там, побольше, то есть, как бы, тоже фактор, который, в конечном итоге на курс образования влияет, то есть, не вмешиваясь напрямую в торги, просто регулируя, так сказать, уровень ликвидности системы, тоже можно управлять. Поэтому сказать сложно, но, как бы, у меня пока нет сомнений в том, что, если, как бы, вот, то есть, падение на рынке, это еще где-то рубль, мы потеряем, да, а если, вот, еще и нефть пойдет ниже, ну, тут уже, как бы, смотря, откуда пойдем, хотя, конечно, пока никаких катастрофических сценариев я не вижу, так что, в общем-то, я, наверное, был, все-таки, как базовый сценарий, смотрел, там, 32-33 за доллар, это уже, как бы, там, минимум по рублю. — Ослабление рубля в данном случае более вероятно, чем его укрепление? — Ну, вот, и сейчас, да, в текущий момент, на мой взгляд, ослабление рубля более вероятно, да, и, скорее всего, мы еще разочек, по крайней мере, вернемся в диапазон, там, 32-33. — Тем более, надо, опять, да, вот, Дима, об этом уже упомянул, надо вспомнить, что новый глава Центробанка говорит об изменении, ну, и в какой-то степени изменении кредитной политики, если она будет смягчаться, то... — Ну, у нас новый глава Центробанка только летом появится, а мы пока еще про май... — Ну, рулить-то уже, я так понимаю, начала, но нет? — А в таком ситуации, как правило, никто не рулит. — Старому главе уже не нужно, но новому пока не положено, еще не положено. — Забавно, да, вот такое межвремение. — Межвремение, да, совершенно верно. — И главное, что самое смешное, ну, для нас, смешное в кавычках, конечно, вот эта вот неопределенность, да, в смене руководства, она на май именно приходится. — А в мае-то мы знаем прекрасно, что самые неожиданные, да, самые драматические события очень часто происходят. Хорошо, ну, и вернемся к разговору о валютном рынке, ну, о динамике доллара, может, там, в евро-долларе или против корзины валют, там, в индексе, не суть важно. Итак, значит, я хотел бы с какой точки зрения эту ситуацию с вами обсудить, если брать последнюю статистику. Сегодня мы ждем традиционный по четвергам, да, обращение за пособием по изработице. Леша говорил о том, что статистика более-менее приличная из Америки, да, по крайней мере. — Была, была, да, а сейчас уже нет. — Сейчас уже, да, а сейчас посмотрим. — Ну, и прогнозируя, или точнее, анонсируя, да, заседание Федрезерва в мае, может ли действительно, ну, во-первых, а, кардинально смениться, да, денежно-кредитная политика, там, я не знаю, закончили мы КУЕ-3, или хотя не в моменте закончили, а до конца года заканчиваем, потому что, ну, и какие-то причины для этого. Или, скорее всего, это не так, потому что, да, статистика все хуже и хуже, и поводов для этого нет. Дим, как ты думаешь? — Я согласен с тобой в том, что действительно появляется все больше и больше и в самом ФРС голосов относительно того, что нет все, что может быть время для того, чтобы присмотреть вот те либеральные принципы и как-то ограничить меры КУИ. Но думаю, что реально решения будут приняты только в том случае, когда будут серьезные основания, а именно показатели, скажем, по инфляции будут серьезно выходить за рамки таргетов, либо устойчивый рост экономики мы увидим. — Пока что таких оснований, как мы уже обсуждали, нет. Я думаю, что в условиях, когда нет устойчивости в показателях, думаю, что вряд ли кто-то примет какие-то решения свернуть меры, которые, в общем, как показала практика, достаточно успешно оказались. — Да, ну как минимум поддерживает, да, ниже не сваивается. — Леша, смотри, нет парадокса. Если мы говорим о том, что КУИ-3 в той мере или в какой-то, может быть, иной мере будет продолжаться, это, естественно, традиционно ослабляет доллар США, делают его менее конкурентно способны. — Ну, при прочих равных. — При прочих равных. — А равные прочие другие, потому что мы видим, что, несмотря на бегство от риска или аппетит к нему, все равно мировой инвестор, ключевая его часть, собственно, понятна, где находится, все равно смотрит на американские активы. Это, кстати, и актив рисковый, фондовый рынок растет, это активы антирисковые, да, американские трежерис, опять, минимальной доходности, то есть пользуются популярностью. И в этом случае это будет поддерживать доллар США. Здесь нет парадокса, как ты считаешь? — Да нет, собственно говоря. Понимаете, парадокса нет почему? Потому что, на самом деле, гораздо сложнее. — Очень хочется однозначных решений, да? Либо так, либо эдак. — К сожалению, не бывает, да. Поэтому фраза при прочих равных, наверное, там, ключевой была во всей этой истории. Понятно, что, ну, как правило, понимаете, тоже на все эти действия, там, объявления, скажем, КУИ, там, запуск КУИ, да, там, тоже реакция, она такая, в моменте, скорее, спекулятивная. То есть я, допустим, скажем, не жду, что в мае, там, что-то изменится в политике Федрезерва, да, они сейчас не будут никаких, там, горячих упороть. Как ЕЦБ в свое время, там, опережающими темпами стали ставку вдруг поднимать зачем-то. — Это еще при трише, да? — Еще два года назад, да. — Да, то есть здесь, однозначно, такого не будет, а, как бы, опять-таки, никакого сейчас устойчивого, там, ни роста инфляции, ни роста экономики в Америке не наблюдается. Так что, там, говорить не могу все, что угодно. Вот, спекулятивное давление о таких разговорах, оно, там, день-два и закончилось, да, а реально, там, ну, никаких изменений, конечно же, не будет. То есть здесь, мне кажется, больше интриги от все-таки ЕЦБ, вот, а у них остался еще резерв, ну, по крайней мере, по снижению ставки. Опять-таки, там, сложно сказать, как это будет влиять в долгосрочной перспективе на курсы, да, но, вот, краткосрочно, конечно, если они понизят ставку, вот, то евро начнет слабеть против доллара, там, довольно быстро, и где-то, там, недельку спекулянтов призвятся на этом деле, вот, то есть я буду... — Или, как они говорят, цели сделают, да, сейчас те, кто в короткой позиции по евро-доллару, у них, там, цели, там, 28, я, там, да, 27,90, там, еще, может, кто-то ниже смотрит, вот, цели сделают. — Ну, да, кому-то придется закрыться и цели переобозначить. — Переобозначить цели. — Так что, вот, с точки зрения тех валютных спекуляций, да, заседание СБМ, кажется, более, может быть, информативно, а Федрезерв, да, нет, ничего не такого, нового не придумают. — Я понял, ну, а если, вот, о конкретном валютном инструменте сказать, ну, или, может быть, если проще, в целом, о динамике доллара, да, вот, с этими событиями, что, все-таки, ты ждешь от него, укрепление или ослабление, наоборот? — К евро вы имеете? — Ну, давай, к евро. — Ну, я бы сказал, что, скорее, там, долгосрочность, а, скорее, флэт. — Ага, то есть, какой-то неопозненный... — Да, тоже, посмотрите, там, все это работает в диапазоне, и, как бы... — С какой, с какой точки посмотреть, да? — Да, что-то ловить можно, так сказать, краткосрочно, а в долгую, ну, не знаю, там, курс, там, рубль-доллар, он 10 лет назад был такой же, как сейчас, например. То есть, 10 лет, ну, финал ФМ чуть помоложе, да, там, в каких-то студиях, там, сидели, аналитики... — Пятилетие у нас, кстати, в мае пятилетие. — Анализировали, смотрели, что куда, вот, смотрите, 10 лет прошло, курс там же. — Чуть-чуть вырос, чуть-чуть упал, да, и опять сюда пришел. — Вот и все, поэтому, как бы... — Примерно то же самое. — Не слишком благодарны это занятия. — Какое имеешь в виду занятия? Предсказывать, прогнозы делать? — Ну, особенно валютных курсов, я имею в виду, вот. — И на долгую перспективу. — Ну, да, да, да. — Ну, это, видимо, специфика все-таки валютного рынка, если мы в реальных активах говорим о стоимости, да, и она по определению, наверное, все время растет, ну, если говорить о стоимости акций, например. — Вот, то валютный курс — это дело такое, да, сегодня вот здесь вот хорошо, завтра здесь хорошо. — Дима, глобально как ты на доллар смотришь? До конца года, может быть? — Я согласен в том, что, наверное, в данном случае от доллара, от действий ФРС, наверное, мало что зависит. В большей степени зависит от действий финансовых властей Европы. — Но они как раз и действий не предпринимают. — Да. — Тут забавно, да? — Те хоть что-то делают, эти, значит... — Ну, на мой взгляд, наиболее интересное — это пара иена-доллар. Там движения достаточно сильные, и мы видим, что, в общем-то, процессы там... — Там пришли мужчины к власти, я вот так вот смотрю. — Процессы... — Самураи, они достали вот эти ножи и все... — Не закончены, да, как ты правильно говоришь. Вот. И, собственно, остается только ждать. Кто следующий выступит с какими-то инициативами. Вот уже и китайские власти тоже выступили с инициативами. Какие-то будут смещения дополнительные там и по налогам, чтобы, так сказать, не отставать от, так сказать, лидеров. — Да, все каким-то образом приобщаются к этому делу. Я, кстати, извините, за эфиром говорил, сегодня же ВВП предварительно за первый квартал о Великобритании тоже публиковал, и оно неожиданно лучше ожиданий. Вот мы видим, да, сегодня скакнул фунт против доллара, и опять, видите, интрига в чем, да, заключается. Плохая была бы эта цифра, да, значит, ну, как минимум, там, главе Центробанка надо было сказать, да, ребята, мы будем поддерживать вас сейчас, вот мы там опять ликвидности напечатаем, нам еще что-то сделаем. И все сразу в этом смысле, да, обрадовались, ну, я имею в виду игроки, как минимум, а фондовый рынок обрадовались, вот у нас есть ликвидность, знаем, куда ее деть. А тут сразу, опа, опа, подзажмут, видимо, это дело. — Банк Англии уже давно не разгоняет ликвидность, не пытается, скажем, разнать ликвидность и экономику, хотя там, вопыты дела слабенькие еще, с прошлого года, с середины. — Ну, то есть опять вот, возвращаясь, мы сегодня эту тему несколько раз уже обсуждали, вот типичная спекуляция, да, в моменте происходящее событие, вот спекулянт выскочил, потом он свою задачу решил, свою цель отработал, да, закрылся и все, и по домам. Что будет дальше, ему по большому счету особо не будет. — Ну да, пока все гадают, почему это прошло. — Ну да ладно, спасибо вам огромное, я буду закругляться, осталось у нас 30 секундок всего, и я успею, по крайней мере, вас еще раз представить. Сегодня в студии сухого остатка Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест», и Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков брокерского дома «Открытие». Мы говорили традиционно о том, что происходит на финансовых рынках, подробно поговорили о российском фондовом рынке, в общем, успели сделать практически все. Спасибо вам, гости, спасибо, уважаемые слушатели, за внимание, всего хорошего, успехов на рынке, до свидания.